МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнём с новостей с Кабардино-Балкарии. Там под ловиной, сошедшей этим утром, погибли 4 человека, один пострадал. Всё произошло на северном склоне горы Чигет. Обычно эти места закрыты для туристов и лыжников, но экстремалы любят там кататься и нередко сами вызывают лавины. Сейчас в районе продолжается поисково-спасательная операция. Личности погибших в эти минуты устанавливается. Мы будем следить за развитием событий. В Кабардино-Балкарии на стороне горы Чигет обнаружены тела ещё трёх туристов, которые накануне попали под лавину. Таким образом, трагедию несла жизни 7 человек. Поисково-спасательная операция завершена, стоит предстоит установить все обстоятельства случившегося. Известно, что отдыхающие оказались в запретной для катания зоне. Тестный комитет уже начал проверку. О том, что удалось влезнуть к этому моменту Александр Огородников. Можно, нога вперёд! Специальными лавинными щупами спасатели метр за метром в течение полутора суток исследовали пространство под толщей снега. Работа кропотливая и медленная. В таком режиме сотрудники эльбрусского высокогорного отряда прошли всю длину сошедшей лавины. Работы на северном склоне горы Чигет продолжены. Личный состав привлечён 49 человек спасателей и 4 единицы техники. Также среди этого личного состава находятся два генологических расчёта. Лавина на северном склоне горы Чигет сошла в пятницу около полудня. В это время, несмотря на запрет МЧС, там находились люди. Они самостоятельно перешли защитные ограждения. По словам спасателей, опытная группа могла заметить потенциальную опасность. Несколько дней подряд стояла солнечная погода, которая подогрела основание ледника. В момент его схода случайно зафиксировали очевидцы. Кошак, беги, лавина! Кошак, беги! Лавина убила семерых человек, трёх женщин и четвёрых мужчин, туристов из Москвы и Кирова. Их тела обнаружили под толщей снега. У погибших были лавинные датчики, а у одного даже специальный рюкзак, вытаскивающий на поверхность. Однако шансов на спасение не было, говорят в МЧС. Лавина оказалась очень крупной, как и исходят раз в 15 лет. Лавина раздвоилась на две части, в обоих частях трупы. Как говорят в МЧС, жертв могло быть гораздо больше. В день схода лавины спасатели и гиды не пустили на Чигет несколько групп туристов, объяснив, что там слишком опасно. Одного молодого человека всё же удалось спасти из-под снежного завала. Его эвакуировали в сопровождении медиков. Следствие уже приступило к выяснению подробностей трагедии. Спасательные работы завершены.